Всем привет из солнечного Неаполя. Сегодня с вами я, Татьяна Блогер, и я в гостях сегодня у Людмилы. Добрый день. Рада общаться с твоими подписчиками. Я хочу рассказать, как мы с Людмилой познакомились. Люда мне написала сама в мой блог. Это было где-то уже месяца назад два. Я даже не знаю. Какое-то время прошло уже. Да, давненько. И я сразу с идеей «давайте делать блог» воспряла и предложила тебе попробовать даже, по-моему, фото сделать или видео. И ты мне прислала обратно то, что у тебя получилось, хотя сопротивлялась, не хотела делать. Как-то я еще не была публичной, скажем так. На публике нигде я не выступала, не разговаривала, не снималась. Ну и помню я, что ты мне сказала. Да, мне уже столько лет, я уже как-то не хочу что-то новое пробовать. Да, да. Нет, я просто... Ну как бы техника для... В моем возрасте это такое не совсем понятное. Вот. И думаю, ну не разберусь, не пойму. Ну возраст есть возраст. Ну я тебя переубежу, что с Ютубом может разобраться любой человек. Вот. И сегодняшняя наша встреча состояла... Я хочу сегодня, чтобы вы увидели работы Людмилы, которые она делает своими золотыми ручками. И ты, конечно же, нам расскажешь, как ты их делаешь, да? Да. Ну сейчас я не покажу, потому как не готова показать, как я это делаю. Но вообще хочу сказать, начинала я делать работы из бисера, потом пошли камни, потом бусины, камешки, потом мне понравились работы из кожи. Вот. Я начала делать украшения из кожи, потом начала делать картины из кожи. Но кожа вообще очень такой благодатный материал. Его чувствуешь в руках, знаешь, ну, то есть он сам тебе говорит, что с ним сделать. Тебе остается только делать. Только делать, да. Это такой материал, который сам о себе все расскажет. А как ты вообще пришла? Вот сама идея заняться творчеством, как тебе такая идея пришла в голову? Ну, я как-то всю жизнь чем-то занималась. Свободная от работы, скажем, вреда? Да, работала, всегда работала, но мне все всегда хотелось что-то сделать. Вот. Вот у меня такое и было. Красивенькое. Я вязала детям практически, когда были маленькие, все вязала себе немножко, там немножко кто просил, делала. Ну, а потом со временем как-то так вот оно и пошло. Ну, мне нравится удивлять, скажем так, вот своими работами. Удивлять. И у тебя это получается, я скажу тебе, потому что когда я увидела первый раз работы, я не поверила, что это картины, сделанные из кожи. Спасибо. Вот. В процессе, когда мы будем разговаривать, вы увидите сами работы Людмилы и у вас будет время оценить действительно, насколько она мастерски делает свои работы. Ну, еще не скажу, что я большой мастер, потому как с кожей я занимаюсь, ну, где-то год. Всего лишь? Всего лишь, да. А работы очень достойные, я тебе хочу сказать. И, ну, как бы так, у меня их не так много, потому как работу, но если делаешь, да любую работу, так ты ее должен, ну, как бы прожить с ней. Вот. Если ты, и очень часто ты начинаешь, вот придумал, там что-то хочешь сделать, начинаешь делать, и делаешь совсем не то, что ты хотел сначала. Да, потому как смотришь, вот как бы вот это не сочетается, а вот это мне хочется что-то сюда другое. И в процессе уже совсем не получается то, с чем ты спал там какое-то время, ходил, думал, совсем не то. А скажи, сколько у тебя времени уходит на работу? Вот картины я видела, ну, месяц-два или это? Нет, нет. Уходит больше времени на то, чтобы придумать, сделать заготовки, там, вот, процесс, подготовительный процесс. А потом уже как-то, если ты уже сел делать, ну, я могу, например, собрать за ночь, я в основном это делаю ночью. Мне никто не мешает, никто мне... Тишина, спокойствие. Да, тишина, спокойствие. Вот, я себе как бы, своего рода медитация. Ага, успокаиваешься таким образом. Да, своего рода медитация, я себе делаю, и если у меня там, допустим, я хотела какие-то цветы сделать, я заранее сделала цветы, а потом я уже их комбинирую, что куда, как, как мне нравится, как мне нравится. Ну, то есть уже сделать готовую можно за ночь, но подготовка, ну, где-то около месяца. А ты когда-нибудь делала что-то на заказ? Делала. Да? Потому что сейчас я уверена, что кто-то увидит твои работы и захочет их купить. Это можно будет сделать, правильно? Я обязательно оставлю твой телефон под видео, и тебя можно будет найти, с тобой списаться, тебе можно будет сделать заказ. Конечно. Или будет твою работу заказать, или заказать по своему усмотрению, так? Ну, по своему усмотрению я должна с человеком, ну, близко пообщаться, потому как... Понять, что он хочет именно. Да, понять, что он именно хочет, и именно я так понимаю его желание. Или, допустим, что-то он даже примерно тебе должен показать, да? Да, да, да. Потому как, допустим, не на словах человек говорит, а я это воспринимаю по-своему. И, может быть, не то. Непонятки какие-то. Да, да, да. Лучше, когда увидеть, что человек хочет. Ну, я делала девочкам браслеты, делала, делала коленей. Из бисера, из кожи, да? Из бисера делала мало. Я, в основном, делала из камней. Вот, кулоны из камней, браслеты из камней. Но мне так говорили, допустим, я хочу, там, допустим, кораллы. И я, ну, камень называли, какой-то, с чем. И я уже тогда по-своему. Вот, я брала эти камни, которые мне сказали, что хотят видеть. И я смотрела, как они сочетаются, чтобы оно было красиво. Чтобы немного, не лишнее, не наляписто. А как вот сам процесс? Ты, допустим, говоришь там своему заказчику, вот это вот так вот будет, да? Нет, я делаю заготовку и отправляю фотографию. Могу сделать так, могу сделать так, могу сделать так. Отправляю фотографии, и человек мне говорит, что вот это, вот это мне нравится, то я не хочу. И все. Боже, как все просто. Все равно будет интересно, кто ты и где ты именно находишься. Я сразу говорю, мы снимаем видео в Неаполе, правильно? Да, да. Виталию, Неаполе. Живу уже здесь шесть лет, работаю на день и ночь, ухаживаю за бабушкой. Ну, живем мы вдвоем одной семьей, скажем так. Ну, ее желание, ну, как бы вот мы семья и живем вместе в одном доме. Вот и все. И своим увлечением ты занимаешься, получается, в свободное от работы время. Да, в свободное время. И оно у тебя есть, я так понимаю. Ну, ночью у меня всегда есть. Или ты просто находишься? А семья какая у тебя в Украине? Дети. Сколько у тебя деток? Трое детей. Два сына, дочь. Внук, зять. Ну, а сыновья пока не женились. Ну, я знаю, что ты внука не видела очень долго. Да. Но я его не видела, ну, как бы своими руками не держала с рождения. Я только по видео, общаемся. Ну, я надеюсь, что ты его скоро увидишь. Да, я планируешь. Ты планируешь такие поездки. Вот с ковидом, с этой болезнью. Как-то, может быть, тебя лично это коснулось? Ну, меня, собственно говоря, это не коснулось. Но я понимаю, что главное не паниковать. Не паниковать. Нормально вот держать себя. Ну, ты вообще спокойный такой человек, я смотрю. Да, я, меня вывести из равновесия тяжело, но потом мне тяжело успокоиться. Когда ты выйдешь из равновесия, да? Да, когда я уже тогда точно сажусь и начинаю что-то вот рукодельничать. Вот это у меня медитация, и я успокоюсь. Любишь итальянскую кухню готовить? Люблю, да. А что у тебя лучше всего получаешь? Я вообще люблю кухню. Я вообще люблю не только итальянскую. Я готовить люблю всегда. Всю свою жизнь я люблю готовить. Ну, я сегодня пробовала пельмени, которые ты слепила вручную. Очень вкусные, могу сказать точно. Ну, это украинская кухня. Ну, а из итальянской я делаю равиоли. А с чем? Равиоли я делаю рикотта с шпинатом. Да. Потом рикотта и корчеви. Ого! Вот. И вот эта начинка вместе я делаю. Очень вкусно, между прочим. И заворачиваешь так их... Нет. Не так, как пельмени? Нет. По-другому как-то? Я их делаю квадратненькими, но так как у меня нет вот этого приспособления, я вилочкой делаю вот эти по краям зубчики. Все. Ну, тебе я подсказываю, можно еще и свои блюда делать на своем канале? Ну, в принципе, можно. В принципе, можно, да. Хочу сказать, что я вот здесь покупаю продукты, и у меня практически ничего не выбрасывается. Если я вижу, что продукт уже мы сегодня поели, завтра мы его не будем кушать я. Если мясо, я его мариную, ложу в морозилку. Если зелень, я ее сушу. Ну, то есть у меня... Отходов нет. Нет. Вот украинские женщины, это такие экономные хозяйки, всем на зависть, я бы сказала. Ну, привычка такая. Все, все, выбросить жалко. Хлеб у меня сушится, идет в сухари. Ну, то есть ничего не выбрасывается. Ничего я не выбрасываю. Люд, у нас будет сейчас вопрос, я уже знаю, внизу комментарии будут люди писать. Почему вы говорите на русском языке? Ты откуда из Украины? Ты из Украины? Да, я из Украины, пригород Киева, в Равары. Украинский язык знаешь? Очень хорошо. Мы просто решили изначально, на каком языке мы будем общаться. Дело в том, что все равно в Ютубе в основном общение идет на русском языке. И больше аудитория... И слушателей. Ну, как бы, не то, что слушатели русского языка, просто понятней. Более получалось... Да, получалось, был союз, и все национальности знали русский язык. Любая, и Грузия, ну, все, все, которые входили в союз, всем русский язык был знаком. В Америке, за границей, да, английский язык, так у нас... Так у нас был русский, потому общение, какой бы ты хорошо язык не знал, но русский знаешь по-любому. Что бы ты хотела желать нашим слушателям от себя? В такое, может быть... Ну, в такое время или вообще? Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы все были здоровы. Это в первую очередь, потому как это вещь, которую не купишь. Ни за какие деньги здоровье не купишь. То есть, чтобы были здоровы, ну, и потом спокойны, терпеливы, без паники, без жили, без предупреждений. Спасибо большое. А я тебе желаю, чтобы все твои задумки, какие ты себе придумала, а я-то знаю, какие у тебя ближайшие планы. Я хочу, чтобы они осуществились в лучшем для всех виде. Вот ты раньше упомянула, что как будет угодно вселенной, так, чтобы было лучше для всех. Ты же не знаешь, как будет лучше для тебя, да? Да, да, да. Ну, ты не можешь предугадать. Но пускай будет лучше и для тебя, и для твоей семьи, для всех. Спасибо. И чтобы все, кто тебя окружает в жизни, тебя любили, ценили и проявляли к тебе заботу. Спасибо большое. Это пожелание очень-очень дорого стоит. И вам сказать, что внизу под видео будут все контакты Людмилы. Людмилы сделать любой заказ, вы можете выбрать любую работу, которую вы сегодня увидели. Ты можешь или повторить ее, правильно я понимаю? Да, я могу или повторить, если ее нет в наличии, или же отправить, ну, то есть, если она есть в наличии, можешь ее отправить. Для этого вам нужно просто связаться по телефону. По телефону. Будет указан итальянский, неважно, пускай вас это не пугает. Ну, если будет WhatsApp, то есть, WhatsApp, если это будет в Украине, все равно он будет, если я буду в Украине, если я здесь, он тоже. И со временем у Люды будет свой канал. Так? Да. И на этом канале будут публиковаться твои работы, и я впоследствии расскажу, как называется канал, да, потому что придумаем ему имя, организуем это все. И вы сможете уже непосредственно прийти на канал к Людмиле. И, может быть, когда-то ты меня позовешь к себе на канал, дать тебе интервью. Дай Бог. Спасибо, спасибо. А сегодня с вами была Татьяна, блогер из Неаполя. И Людмила. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.